Друзья, всем привет! Сегодня получил очень интересный комментарий на свой видеоканал. Комментарий следующий. Значит, не работает сим-карта в смартфоне Xiaomi. Но эта проблема может быть в любом смартфоне, поэтому сейчас вам расскажу, как вам действовать в этой ситуации. Но перед тем, как рассказать, обязательно подпишитесь на мой видеоканал. Напишите свой комментарий либо под видеороликом в комментариях, либо мне в личку ВКонтакте. Я вам помогу. У меня два канала. Это первый, на котором вы сейчас находитесь. Второй есть еще кулинарный. И третий даже есть сад-огород. Поэтому, если вам интересна эта тематика, все ссылки будут в описании. Итак, поехали. Что же нужно делать? Почему не работает сим-карта в смартфоне? В первую очередь, что я вам рекомендую сделать, это значит переставить сим-карту. То есть, вытянуть слот со смартфона. Далее, внимательно посмотреть, как у вас карта в смартфоне расположена, как она у вас легла в эту вот каретку. В общем, посмотрите, потому что в слоте сим-карты есть такое небольшое углубление. И сим-карта могла как-то криво стать, как-то криво лечь. Вот поэтому пересуньте этот слот, откройте его, заново уложите сим-карту свою, обрезанную. И аккуратненько вставьте. Вставляйте не спеша, потому что карточка может при резком движении, может опять выпасть из пазов из этих. Вот, проверьте сим-карту. Если проблема повторяется, что нужно сделать? Значит, возьмите другую сим-карту вообще, другого оператора и попробуйте ее вставьте. Если проблема не решается, если смартфон продолжает не видеть сим-карту, значит что делаем? Выдвигаем шторку сверху и проверяем. Возможно, у вас включен режим полета. Вот так вот он должен у вас гореть. Если режим полета включен, то автоматически отключается и связь, и Wi-Fi. То есть, вам нужно выключить. Может быть, случайно вы нажали режим полета. Случайно. Далее, если у вас все нормально, режим полета не был включен, дальше что делаем? Топаем настройки смартфона. Выбираем шестеренку, топаем настройки. И теперь мы должны зайти в сим-карты и мобильные сети. Значит, у вас сим-карточка должна быть вставлена в слот. Далее, заходим в сим-карты и мобильные сети. И теперь, что нужно тут делать? Значит, если у вас несколько сим-карт, и ни одна из них не определяется смартфоном, нужно как бы перезагрузить сим-карты. Значит, заходим в одну из сим-карт, и теперь, вот видите, вверху есть ползунок. Включить сим-карту. Мы берем, отключаем сим-карту, жмем ОК. Ждем, значит, ждем несколько секунд. Да, но можно секунд 10 подождать. И дальше включить этот ползуночек. Теперь уходим назад и также повторяем со всеми сим-картами. То есть, если у вас две, то первую отключаем, включаем, и вторую отключаем, и включаем. И проверяем. Возможно, сим-карты перезапустятся, программа, ну, сам смартфон начнет понимать, что от него хотят, и он начнет определять сеть. Если же это не помогает, значит, что нужно сделать? Мой вам совет. Заходим в раздел о телефоне. Так, вышел я случайно. Этот раздел находится вверху. Я никак не привыкну. Раньше этот раздел находился внизу. Но не в этих смартфонах, а в другом у меня смартфоне. Заходим о телефоне раздел. И вот здесь вот топаем в самый низ, по-моему, в самый низ. Нет, не в самый низ. Находим параметр, который называется резервирование и сброс. Нажимаем. И вот здесь вот есть в самом низу, по крайней мере, в смартфоне Xiaomi, вот такой вот раздел. Стереть все данные сброс настроек. Жмем. И здесь что нужно сделать? Здесь, значит, нужно вам сбросить смартфон до заводских настроек. До заводских настроек. Значит, перед тем, как сбрасывать свой смартфон, вы должны понимать, что вы смартфона должны достать фотографии, видеоролики, сохранить их у себя, допустим, на компьютере или на карте памяти, перенести все на карту памяти. Далее, эту карту памяти вытягиваем из смартфона, чтобы она не отформатировалась. Возможно, все. Возможно, при сбросе настроек отформатируется ваша карта. Поэтому лучше ее вытянуть в microSD карту и убедиться еще раз проверить свой смартфон. Не осталось ли там фотографий, видеороликов или каких-то документов. И потом уже производить сброс на заводские настройки. Если же после сброса на заводские настройки смартфон продолжает не видеть сим-карту, то пробуйте зайти на официальный сайт Xiaomi и скачать нужную прошивку для вашего смартфона. Если вы ни разу не перепрошивали смартфоны, если вы боитесь это делать, то, конечно же, не стоит этим заниматься, а лучше обратиться в сервисный центр. И желательно в родной сервисный центр вашего производителя смартфона. Допустим, если у вас Samsung, то найдите лучше Samsung. Обратитесь в Samsung. Или если у вас там Xiaomi, то найдите сервисный центр Xiaomi и обратитесь к ребятам. Объясните проблему. Скажите, что мой смартфон не видит сим-карту. Что же мне делать? Ребята скажут, давайте оставьте свой смартфон на диагностику. Если ваш смартфон на гарантии, то вам это бесплатно сделают. Да, и кстати, если ваш смартфон на гарантии, то лучше отнести его по гарантии и сдать в магазин. Магазин уже передаст ваш смартфон в сервисный центр и специалисты разберутся с ним. И это будет правильное решение. Потому что, если вы измените прошивку и, к примеру, вы установите неофициальную прошивку, то, возможно, гарантия слетит. Поэтому имейте в виду. Итак, чуть немножко от темы отошел. Значит, если вы самостоятельно прошивать не умеете, то не рискуете. Лучше отдайте, заплатите деньги и пусть вам перепрошьют ваш смартфон. И ребята уже разберутся. С проблемой связи, с проблемой видимости сим-карты. Если же вы это умеете делать, то, конечно же, прошивку нужно скачивать на официальном сайте. На других сайтах не скачивайте. Потому что неизвестно, что в эту прошивку программисты вшили. Поэтому нужно, чтобы была прошивка официальная. В принципе, все. Других вариантов я не вижу. Самый последний вариант, это уже самый-самый-самый такой, который может произойти. Это, возможно, окислились контакты в слоте, где контакты касаются сим-карты. Возможно, окислилась ваша сим-карта. Возможно, с вашей сим-карты что-то произошло. Ну, то есть, возможно, какая-то быть техническая поломка. Но это уже самые крайние варианты. Такое бывает иногда, когда смартфон падает, он может удариться, и там может что-то в нем произойти. Но это бывает редко. Но и такие случаи не исключены. Поэтому имейте в виду. Вот. Если возникают какие-то вопросы, обязательно мне пишите. Я постараюсь вам помочь. Но, в принципе, ситуацию я все обрисовал. Надеюсь, вы поняли. Вот. Поэтому. Пробуйте, делайте все. Надеюсь, у вас все получится. Надеюсь, ваш смартфон просто заглючил, и он просто программно не видит эту сим-карту. Все на этом, ребята. Подписываемся. Если возникают вопросы, пишем в ВК, либо в комментариях под видео. Я обязательно отвечу. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok